Очень больно и тяжело говорить об этом все. Вместо елки и шариков – закопченные стены, вместо мандаринок – запах гари, вместо смеха – слезы. В январе 2023 года в семье Масловых пришла беда. От гирлянды загорелась елка, а затем потолок и стены. Буквально за полчаса дом выгорел целиком. Виктория Маслова вспоминает этот день с ужасом. Вся семья уже собиралась спать, когда племянник заметил, что елка горит огоньками, не похожими на искусственные. Виктория попыталась потушить огонь самостоятельно, но контроль был потерян в считанные секунды. Пламя до верха елки было и началось, у нас здесь была потолочная плитка, и вот дым пошел, началось все это плавиться. И такой едкий черный дым, и не только от елки там была мишура, гирлянды, то есть это все началось плавиться, и еще и потолочная плитка. Ну вот после этого я поняла, что уже я не смогу потушить. Я начала племянников кричать им, чтобы они на улицу вышли. Они вот оделись, вышли, ну то есть на улицу, на крыльцо. У меня сын спал, маленький, ему 4 года. Я быстрее подумала, как бы прежде всего, что нужно его, потому что дым, я как бы тоже начала бегать, и мне самой было трудно дышать этими выхлопами, вот то, что шло. Я ребенка, с дивана быстренько его, тоже он спал, ну то есть в какой-то вот одежде. Я его, в чем он был, на улицу поставила, на крыльцо, там в этот день был мороз очень сильный. И он начал кричать, что у мамы мне холодно. Я опять забежала домой, какие-то вот, здесь была прихожая, какие-то вещи успела содрать, и детям передала вещи, вот, и забежала опять в дом. Но тут уже было, как вот по моему росту, уже до района, ну вот по плечу, то есть уже все было чернота. Виктория, которая выскочила на улицу босиком, получила обморожение. Дом выгорел изнутри, полы перекосило, в стены въелась сажа, трубы лопнули, плитка отвалилась, от одежды, мебели и домашней утвари не осталось ничего. Экспертиза показала, что вся электрика в доме была исправна, загорелась именно гирлянда. Друзья советовали устроить разбирательство и требовать компенсацию материального ущерба. Гирлянды мы тоже брали в разных местах, где-то на рынке взяли, где-то в магазине увидели. Елка была большая и поэтому у нас всегда там три гирлянды. У нас даже коробочки, чеки, все было здесь в комнате. И естественно это все сгорело и даже никаких у нас нет доказательств, потому что наличие где-то платили, допустим, расплачивались два года назад с гирлянду, где-то три года назад покупали. И какая именно гирлянда была тут, то есть не найти виновных, не найти ответа, какая гирлянда. То есть мы в этой ситуации никак не могли добиться. Семья Масловых взялась за восстановление дома и, как оказалось, в тот момент Орск не без добрых людей. Нам не под силу, в общем, это все восстановить. У нас разместили мы пост в соцсетях, также у нас приезжали вот ваши коллеги, снимали репортаж. И вот такой резонанс получил наш случай, эта ситуация. И нам очень многие люди помогли, многие откликнулись нам. Родственники, одноклассники, знакомые, одногруппники все не остались равнодушны к нашей веде. Нам также спасибо большое людям с нашего поселка. Они тоже здесь организовали сбор, потом администрация поселка тоже нам выделила помощь. Депутат с нами связался, он тоже со стройматериалами помог. И фирма мебельная, тоже там женщина к нам приезжала и достаточно так хорошо помогла мебелью. И, конечно, просто добрые люди, которые не остались в стороне. И вот много приносили нам, много писали, во-первых, мне людей, даже некоторые так прониклись, что даже плакали при звонке. И вот много было средств перечислено, и также нам приносили вещи детям, детям особенно, ну, тут разные, и на выросты, которые маленькие. Вот много-много-много помощи нам оказано. Конечно, хочется сказать это большое спасибо. Также вот в ремонте нам помогли. Парень приезжал нам, сделал в некоторых комнатах потолки натяжные. И также у нас еще родственник, он тоже занимается ремонтами. И он с нами, то есть практически до последнего дня брал каких-то своих друзей, знакомых. Они также нам все бесплатно помогали. Родители вернулись в дом уже в феврале, а Виктория с ребенком осенью. Они бесконечно благодарны всем, кто не остался в стороне и помог в ремонте и благоустройстве. Год 2024-й масло встретили уже в обновленном жилье. Правда, на этих праздниках они максимально аккуратны с техникой пожарной безопасности.